Всех приветствую с вами Александр у Fast Mobile и это новая часть третьего сезона по перепродажам различных смартфонов, где мы вместе с вами восстанавливаем телефоны с объяснением различных нюансов по ремонту той или определенной модели. Так получилось, что на операционном моем столе собралось по два смартфончика, причем одинаковых цветов и корпусов, это Redmi 9A, а также SE 2016 года, то есть первого поколения. Это чистая случайность, поэтому мы их вместе с вами и восстановим. Один уже я немножко подсобрал, чтобы проверить и благодаря этому получится проверить второй. Итак, давайте поговорим про ценообразование всех этих телефонов. Первая покупка это Redmi 9A, его погнули, он у нас немножко гнутый и на нем выстрелила полоса и сенсор не реагирует. Выкуплен за 700 рублей, поскольку состояние его неизвестно, может быть дело даже не в дисплейном модуле, на риск, без риска в нашей сфере никуда. Так, следующий телефон на следующий день это вот такой вот Redmi 9A, его мне принесли с документами, с оригинальной зарядкой. Он у нас сначала показался рабочим, но полностью вот такой вот гнутый. Изображение на нем есть, как только телефон включился, выяснилось, что дисплей моргает. Сначала ценник был согласован с 1800, но думаю, как в прошлой серии, выклеиваю модуль, заклеиваю в новый уран, проблем с этим нет, оп, уже есть. Но дисплей здесь тоже труд, поэтому ценник упал до 900 рублей. И вот такой вот телефон я выкупил за 900. Итак, эту съежку я проверил, она на код-пароли, а это значит, что мы сможем сделать на ней байпас и также ее собрать. Вот, поэтому две съежки мы с вами вместе соберем. По ценнику это было выкуплено за 500 рублей, это будем считать бесплатно, потому что я не помню, что я за нее что-то платил. Просто кинули как мусор. Так, данная съежка еще полностью не собрана, на ней будет ставиться новая батарейка, она у нас оказалась на 64 гигабайта. Сейчас я вам покажу все. Так, 64. Вот, Touch ID проверим, он у нас с вами работает. Ну и аккумулятор под замену, естественно. Вот, поэтому будем сейчас с вами собирать. Усаживайтесь поудобнее, мы с вами начинаем. Для успешного ремонта нам понадобится 4 вещи. Итак, первое, это новая рамка корпуса за 150 рублей с магазина Green Spark. Второе, это дисплейный модуль с оригинал, с магазина Liberty, 900 рублей. И термопаста, третье. Необходимо, чтобы телефон у нас не перегревался. Ну и четвертое, это прямые руки, вот эти вот, которые все это дело будут собирать правильно, как надо. Давайте приступим к ремонту. Данный телефон у нас, кстати, еще не скрывался никем. Об этом говорят две звездские пломбы. Поэтому мы будем первопроходцами. Скорее всего, возможно, еще придется заменить крышку, так как телефон гнутый. Она у нас вся в трещинах. Не знаю, может быть, конечно, и оставим. Но если позволит бюджет, мы ее с вами заменим. Естественно, здесь процесс ремонта показывать смысла нет. Но я буду останавливаться на определенных нюансах, на которые стоит обратить внимание при сборке данных моделей. Давайте поговорим с вами. Если вы начинающий перепут, сборщик таких телефонов у себя в регионе, Естественно, вы пользуетесь вот таким герметиком, это B7000. Что можно о нем сказать? Ну, герметик, в принципе, неплохой. Но, естественно, если вы хотите делать профессионально, работать на него не стоит. На него я лишь заклеиваю только задние крышки. Вот. Я пользуюсь вот таким вот полиуретановым герметиком. Такой тюбик стоит с доставкой полторы тысячи рублей. Он держит модуля очень хорошо к рамке. Они не отклеиваются летом, не отклеиваются вообще просто так. Советую, если вы планируете делать телефон профессионально, переходите на него. Далее это термопаста. Ведь когда вы меняете рамки, то вот, например, на данных моментах с завода идет термопаста. Смотрите. Ее необходимо также наносить. Видите, вот как здесь идет. То есть, если ее не нанести, естественно, наш телефон будет немножко перегреваться. Это некомфортно. Процессор может выйти из строя быстрее. Тем более, раз производитель это сделал, то необходимо это делать и нам. Поэтому это дополнительный атрибут к профессионализму в ремонте телефонов. Третий момент. Это вот эта вот сеточка, которую неопытные ребята часто теряют или даже не знают об этом. Вот эту сеточку необходимо переносить на новую рамку. В противном случае при звонке на аппарат наш экран будет полностью гаснуть и из этого режима вообще не выйти, пока собеседник не положит трубки. То есть, пользуясь таким телефоном, в принципе, не получится нормально. Поэтому данную сеточку необходимо будет переносить. Больше особо по нюансам здесь нет. Сейчас мы еще это вытащим. Аккумулятор проклеим, сберем. В принципе, поехали. Далее у нас идет стандартный момент проверки дисплейного модуля. Необходимо до вклейки все проверить на том, что нет слепых зон тачскрина. Далее идет заряд адекватно, ведь здесь есть хвост по зарядке. Зарядка идет через дисплей. Надо все это проверить, потому что браки встречаются по дисплей и под оригинал. Итак, займемся нашей SE второй. Она в таком состоянии. К сожалению, кнопка F1 порвана. Модуль здесь хана. Поэтому мы используемся покупным модулем от того SE. Чтобы выполнить процедуру отвязки и проверки полностью данной платы. Ведь мне не хочется просто так покупать еще один дисплейный модуль. Замораживать кэш. Батарейку сюда тоже нужно будет. Поэтому мы сейчас все с вами проверим. Радуюсь, что хотя бы здесь не потеряны все металлические защитные пластины. Ведь они крайне важны в айфонах. Очень часто отщелкивались у нас камеры сверху и аккумуляторные батарейки снизу. Если их не было, часто приносили в ремонт. Вот. Первым делом мне необходимо прошить его до последней прошивки 15.8. Все у нас прошивка завершена. Сейчас выполним процедуру обхода. В прошлом видео уже плюс-минус показывал. Особо акцентировать на это внимание не буду. Поэтому покажу уже разблокированный СЕ. Вот так у нас выглядят правильные логи по процедуре установки RAM-диск. Переходим на наш СЕ-шник. Сейчас все будет готово. Сделаем ему бэкап. Это конечный результат. Аппарат у нас оказывается на 16 гигабайт, к сожалению. Без Touch ID. Сейчас мы проверим все функции. Если все четко, то закажем еще один дисплей и еще одну новую батарейку. И соберем уже под ключи 2 СЕ-шника на продажу. Итак, как вы видите, сеть у нас работает при таком обходе. Все функции работают, поэтому сейчас закажем запчасти и соберем наш СЕ. Наш первый СЕ собран. Это наш СЕ-4 ЕК, который с рабочей батарейки. И на нем батарейку. Теперь мы выставим его на продажу за 3500. Попробуем. Так, это эксклюзив на СЕ-4 все-таки. Ну что ж, первая пара полностью установлена. СЕ-шник и Redmi 9A. После замены рамки дисплея выглядит вот так вот. Нанесли защитку на него. Сейчас будем собирать вторую пару телефонов таких же. Ну что ж, для красивой картинки завершим наши парные телефоны. Это у нас СЕ-шник, Redmi 9A, еще один Redmi 9A и еще один СЕ-шник. Эти два я сейчас собрал. Осталось их протестировать. Снять с них защитные транспортировочные пленки. Наклеить защитные стекла. Итак, вот наши красавцы. Теперь можно будет подвести все итоги. Посчитать наши вложения и заработок на данных телефонах. В принципе, несложное восстановление. Обе СЕ-шки обслужены с новыми аккумуляторами, новыми дисплеями. В 9A тоже самое. Ну, естественно, без аккумуляторов. На них были заменены рамки и дисплеи. Сейчас мы все это продадим очень быстро. Ведь спрос на это хороший. Так это дешманское дерьмо. А теперь перейдем к интересному телефончику Таталу. Погнали. Ставим сладенькое напоследок. Это у нас Samsung A12. Состояние Татал. Вот такой вот телефон был выкуплен за 800 рублей. Как вам? Еще прикол. Модуль стоит вот на другого телефона. В первый раз такой ревизии вижу. Погнали его делать. Итак, нижняя платка у нас визуально в целом состоянии не повреждена. Вот этот вот пластик сломан. Далее состояние коннекторов хорошее. Он целый. В общем, чтобы выполнить данный ремонт, я пока что уже купил новую рамку корпуса. А также дисплейный модуль. Но я взял ревизию A127. Та, которая выбита на крышке. Ведь данная ревизия принадлежит телефону A03 Core. И там вообще совершенно другой модуль. Поэтому данная ревизия должна подойти. Сейчас я перекину плату и батарейку. И проверю вообще работоспособность нашей материнки. Может быть, она даже и дохлая. Отлично подсобрал телефон в новую рамку. Сейчас жду, пока клеится аккуратно аккумуляторная батарея. У нас подогревается на сепараторе. Сейчас будем ее извлекать, ставить, накидывать, смотреть. Очень хороший знак. Накину только что зарядку. И уже какая-то есть реакция. Ждем, пока батарейка подзарядится. Так, телефон включается. Но надо будет узнать пин-код. Проверить весь модуль. Полностью заклеить его. Немного основного геморроя с ремонтом. Также необходимо будет возиться с динамиком. А кто в курсе и шарит за тему. Эти динамики не так это просто и ставить. Надо их очень тщательно герметизировать к рамке. Иначе они хрипят. Также снимать их аккуратно. Если брать с донора. В общем, возни будет много. Вот такую вот пачку доноров я имею. Они нам помогут в восстановлении данного телефона в идеал. Мысли по 12. В общем, данная нижняя платка мне не нравится. Я вот ее снял. Почему-то на ней быстрая зарядка не работает. Может быть, делаю и в дисплее. Поэтому нашел с донора нижнюю платку. Поставил. Сейчас поставлю вот этот пластик, который будет удерживать все. Чтобы ничего не болталось. И буду проверять, как будет заряд идти, нормально или нет. Сейчас ток у нас стабильно 1,7 ампер. Телефон у нас заряжается. Пока вот так он выглядит. Все четко. Походу, нижняя платка тоже пострадала от изогнутости корпуса. Но это и хорошо, что проблема решилась. Сейчас я его сброшу и проверю дисплейный модуль окончательно. Еще одна редкая запчасть, которая у меня есть. Это вот эта вот железка, которая фиксирует сканер отпечатка и кнопку включения на 12. Сейчас мы ее переставим и сделаем хард-ресет. Выполнили разблокировку Samsung. Теперь можно подправить дисплейный модуль и какие-то определенные функции в данном аппарате. Хотя бы не так обидно, аппарат на 64 гига, ведь столько будет в него вложено усилий. Если бы он был на 32 гига, я бы, наверное, расстроился. Потому что восстановление требует колоссального. Очень много доноров будет задействовано, чтобы провести его в идеал. Итак, подсобрал наш А12. Было решено заменить вот заднюю крышку, нашел с разборки. Во-первых, здесь стекло битое и крышка повезена. Во-вторых, вот эту вот сеточку тоже не забываем перенести. Без нее динамик будет крепеть. Сейчас все соберу, финально проверю. Ну что ж, по итогу Samsung K12 выглядит у нас вот так вот, с другой задней крышкой. Также он видит сеть. Я уже сделал звонок. Звук я тоже сделал правильно, как и надо. По звуку у нас тоже все чики-пуки. Звук настроили. Поклеили динамик нормально. Он у нас не хрипит. Все работает. Адекватно. Все функции причем работают. В принципе, телефон будем выставлять за пятеру. Сейчас эту защитку наклеим, но эту же опустим. И на этом наша серия сегодня заканчивается. Мы выставили данный тотал. По вложению у нас вышло вот столько вот. Поэтому всем спасибо, кто просмотрел эту серию. И увидимся с вами в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.